На котором строится наша система, это так называемый принцип непредсказуемости. А суть в том, что в реальной схватке вы для противника тёмная лошадка, и он для вас тёмная лошадка. Вы не знаете, что он знает, он не знает, что знаете вы. Он не знает ваших боевых предпочтений, вы не знаете боевых предпочтений друг друга. Вы не знаете, есть ли у противника оружие. То есть реальный боеконтакт это практически сплошная неизвестность. Человек обладает определёнными психологическими особенностями. Он всегда оценивает своего противника, оценивает его перемещение и атакует его. Подсознательно это всё оценивает. Атакует его или контратакует в зависимости от этих действий противника. Другими словами, человек всегда планирует свои действия в зависимости от того, что делает противник. А если противник бросается в бой, очертя голову? Он тоже планирует свои действия. Во-первых, он всегда рассчитывает, что этот бросок его принесёт какую-то пользу. Во-вторых, даже он бросается, ведь не в пустое пространство, он бросается на вас, учитывая ваши перемещения. То есть предварительное планирование всегда имеет место. А кроме того, психологической особенностью человека является ещё то, что он крайне неохотно меняет свои первоначальные планы. И с другой стороны, человек всегда ожидает того от другого человека, что делает он сам. Значит, именно поэтому так эффективны и незнакомы противнику приёмы. Да, и незнакомые приёмы, комбинации, непривычный вид боя. Поэтому именно они так сокрушительны. Неизвестными, непредсказанными, непредсказуемыми, неожиданными может явиться не только стиль боя, но резкость противника, сила, выносливость, агрессивность, несчувствительность к боли. Это всё ломает первоначальный план боя. Вообще, на счёт на то, что вы всегда сильнее противника, более техничный его, у вас более сильный удар, более мощный бросок и так далее, он очень часто обманывает. Всегда может найтись человек, который по каким-то элементам, компонентам боевой эффективности вас превосходит настолько, что это компенсирует даже его оставание в других областях. Вообще, всегда проигрыш любой схватки. Это результат того, что вы не смогли учесть все особенности противника, не смогли подобрать к нему ключик. То есть это всегда результат недоучёта фактора непредсказуемости.